МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Подняты по тревоге. Специалисты ЦВО провели учение по противовоздушной обороне. Фабрика чемпионов на городской окраине в Куйбышевском районе Самары. После реконструкции сегодня открылся стадион «Нефтяник». Новые горизонты для телеканала «Самара ГИС». Теперь мы вещаем и в Европе. От гадалок до соцработников в Самаре зафиксировано более 100 случаев мошенничества в отношении пенсионеров. Эрмитаж на дороге. В Самаре остановки общественного транспорта украсит копиями картин русских классиков. Подняты по тревоге продолжаются учения соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья. Дивизион! Тревога! 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 Около двух тысяч специалистов ПВО в течение трех дней отработают различные задачи по отражению воздушной атаки противника на важные объекты в нескольких регионах Поволжья. Военнослужащие проведут электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак противника. Также пять воинских частей, дислоцированных на Урале, в Приволжье и Сибири, подняты по учебной тревоге для ликвидации последствий условной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области. По легенде учений, специалистам радиационной, химической и биологической защиты нужно добраться до места, оценить обстановку, выполнить догазацию источников химической опасности, провести обеззараживание местности и спецобработку пострадавших. Правительство Самарской области ушло в отставку. Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление. Пока не будет сформирован новый кабинет министров, все нынешние руководители ведомств будут носить приставку ИО. Меж тем, сегодня же в губернской думе прошло первое заседание с участием временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрий Азаров отметил, что работая в Совете Федерации, не терял связи с областными депутатами. Живо интересовался тем, что происходит в губернии. А потому времени для того, чтобы вникнуть в текущие проблемы, ему не требуется. Дмитрий Азаров призвал особое внимание уделить подготовке к чемпионату мира по футболу. И указал на то, что есть проекты, которые делаются к предстоящему мундиалю, и с которыми нужно поторопиться. Тем более, что средства на эти цели имеются. Региональный бюджет вырос. И вы знаете, что дополнительные средства, например, будут направлены на строительство Фрунзенского моста, крайне актуального для нашего города. Моста, о котором жители Самары, да и не только Самары, а еще полуобласти, мечтают не один десяток лет. И, конечно, крайне важно, что ускоренными темпами достройка будет вести. Предстоит очень большая и серьезная работа с правительством Самарской области, совместно с губернатором, работа по формированию бюджета Самарской области на 2018-2019-2020 годы. Это очень серьезный документ, который в конечном итоге будет отвечать задачам дальнейшего стратегического социально-экономического развития нашего региона. Стадион, которого ждали 4 года. В Кубишевском районе Самары открыт после реконструкции «Нефтяник». Это основная база для школы Олимпийского резерва. Кроме того, двери спорткомплекса распахнуты для всех желающих заниматься физкультурой. В разные годы своей истории «Нефтяник» был кузницей чемпионов, на котором тренировались звезды большого спорта. Каковы нынешние амбиции, узнал Олег Зверев. Команда молодости впервые разминается на новом футбольном поле. Стадион «Нефтяник» – основная тренировочная база для воспитанников школы Олимпийского резерва номер 6 в Кубишевском районе Самары. Здесь они будут тренироваться и принимать соревнования любого уровня. Благо, современное покрытие поле позволяет. Ковровое покрытие здесь очень хорошего качества. Поле в идеальном состоянии. Дети очень рады. Стандарты данного поля позволяют проводить любые соревнования. Быстрее, выше, сильнее. Фабрика чемпионов открывается на городской окраине. После реконструкции стадион «Нефтяник» стал одной из самых современных площадков в городе для тех, у кого олимпийские амбиции. На открытии стадиона прибыли в Рио губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Олег Фурсов. Реконструкция спорткомплекса началась в 2013 году. И вот спустя 4 года устроены трибуны и коммуникации, искусственные покрытия футбольного поля и беговые дорожки. Отремонтировано помещение для тренажеров и боевых искусств. Все сделано по самым современным стандартам. В 2013 году мы ходили по территории стадиона, заросшего бурьяном, с разбитыми трибунами. Знаете, не очень верилось, что здесь может быть все по-другому. Но мы наметили тогда цели, и я рад, что все задуманное реализовано. «Нефтяник» стал одним из обновленных спортивных сооружений города. Тренды на здоровый образ жизни сохраняются за последние 4 года. В Самаре построено 70 стадионов и физкультурных площадок. Власть заботится о том, чтобы у вас были все возможности для занятия спортом. Чтобы вы росли здоровыми, успешными, счастливыми. Чтобы вы ставили перед собой любые задачи. Спортивные, образовательные, творческие. И достигали самых на высших результатов. Дмитрий Азаров и Олег Фурсов оценили качество работ. Замечание вызвало состояние, прилегающее к полю территории, где раньше были тренажеры. Понятно, что такой диссонанс, да, очень серьезный, в сравнении с тем, что здесь сделано. И здесь вот этот угол забыл. Все-таки средства значительные были. Больше 100 миллионов. И это результаты было всего. Здесь, конечно, хотя бы эстетический вид надо было привести. Недоработки будут устранены в ближайшее время. А в целом стадион уже живет полноценной спортивной жизнью. И ветераны, которые помнят его историю, надеются, что «Нефтяник» прославит новое поколение футболистов, борцов и атлетов. Мы начали играть в команде «Детский локомотив». И вот в 63-й год, это первый год, когда мне пришлось играть на этом стадионе. Ну что, это вот радуется все. Глаза радуются, душа радуются. Наконец-то хоть вот в этом районе, который заслужил того, чтобы здесь этот стадион был уже давно. Потому что здесь такие люди были воспитаны, которые пришли в «Крылья». Я надеюсь, что с постройкой вот этого стадиона нового появятся еще новые звездочки, которые потом будут сверкать в нашей любимой команде «Крылья Совета». Олег Зверев, Константин Главин. События. Работы с опережением графика. В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Красноармейской. Ее приводят в порядок по программе развития транспортной инфраструктуры. Самарско-Тольятинская агломерация в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Когда по обновленной улице можно будет проехать, знает Алина Чемерес. Чтобы покрытие получилось ровным и прочным, асфальтоукладчики проезжают по одному участку несколько раз. Чтобы уложить только верхний слой на улице Красноармейской, потребовалось 200 камазов асфальтобетонной смеси. На вооружении дорожников опыт и современная техника. Олег Сироткин в профессии уже 15 лет. Нравится работа после полосы асфальта. Мне нравится, что красивая дорога. Здесь компьютеры, датчики ультразвуковые у нас стоят. Они за слоем следят. Поднимается плита и опускается. И вот слой регулируется выше и ниже. На участке Красноармейской от Уритского до Максима Горького обновят дорожное покрытие. Газоны, бордюры нанесут разметку, установят дорожные знаки и тактильную плитку. Уже привели в порядок ливневую канализацию и колодцы. Сейчас работы на завершающей стадии. Степень готовности 80%. Ездить по новому асфальту можно будет уже через 6 часов. В целом же ремонт улицы Красноармейской по плану должен закончиться до конца октября. Но работы идут с опережением графика. И скорее всего движение здесь запустят раньше. Также сейчас в Самаре комплексно ремонтируют Волжский проспект, Максима Горького и Чапаевскую. Качество дороги заметно улучшилось. Машина идет плавно. Не нужно объезжать яму. Будет повреждение ходовой части. Приятно есть на форме. Красноармейская располагается на гостевом маршруте и примыкает к важным достопримечательностям города – площади Куйбышева и Струковскому саду. Ремонта она требовала давно. Улицу приводят в порядок по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Улица с интенсивным движением, поэтому основные работы по устройству сальто-бетонного покрытия мы производим ночью, дабы не мешать автомобилистам. Мы работаем с частичным закрытием движения. Травмальные рельсы были отремонтированы нами в прошлом году. Согласно муниципального контракта подрядчик внесет гарантию в течение пяти лет. Если за этот срок будут выявлены какие-либо дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет. За качеством нового покрытия тщательно следят на всех этапах ремонта. Регулярно берут пробы асфальта и отправляют в лабораторию. Необходимо, чтобы они соответствовали всем ГОСТам. Алина Чемерис, Дмитрий Мишканцов, События. Самара готова к отопительному сезону на 100%. Главой города подписана телефонограмма в адрес ресурсоснабжающих организаций с рекомендацией начать подключение тепла в социальные объекты круглосуточного пребывания людей. Таких как больницы, дома престарелых. Речь идет только об отдельно стоящих зданиях. Учреждения, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов, подключат вместе со всем жилым фондом. Официальный старт отопительного сезона в этом году запланирован на конец этой недели. После начала подачи тепла в течение двух недель оно должно прийти во все социальные объекты и жилые дома. У нас 10 тысяч домов, многоквартирных жилых домов. И одномоментно во все дома подать теплоноситель физически невозможно. Для этих целей и составляются графики между ресурсоснабжающими организациями. Горячая линия, безусловно, будет работать. Телефоны будут все размещены на сайте департамента, на сайтах администрации внутригородских районов. Новые горизонты для телеканала «Самара Гиз». Теперь мы вещаем и в Европе. Со вчерашнего дня в системе стрим-ТВ или умное телевидение мы появились в таких странах, как Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, а также на Канарских островах Испании и в Дубае. Мы стали первым русскоязычным каналом, который вещает на Западе. И теперь и местные жители, и туристы, приезжающие по работе или на отдых, могут смотреть нас не только в мобильном приложении, но и на экране телевизора. Ну, для жителей этих стран, может быть, это будет такой просто экзотик а-ля Рюс, то есть узнать там новости города, о котором они, может, даже название-то никогда не слышали. С другой стороны, в преддверии чемпионата мира теперь волей-неволей услышат, да, если тем более сборные там будут играть. Ну, а с третьей стороны, все-таки, особенно Канария с Идубаи, это те места, которые посещаемы нашими туристами. Депутаты Губернской Думы проголосовали за изменения в бюджет. На какие статьи расходов направят дополнительное финансирование, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня продолжает дешеветь. Баррель марки «Брент» стоит 58 долларов 10 центов. Валюта дорожает. Курс на 28 сентября. Доллар 58 рублей 1 копейка, евро 68 рублей 16 копеек. Золото стоит 2416 рублей, серебро 31 рубль 46 копеек за грамм. В самарских отделениях банков дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 15 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 40 копеек. Россия поднялась на 38-е место в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Наша страна обогнала Италию, Португалию, Польшу, Украину, Грецию и Бразилию. Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не были перечислены в майских указах президента, проиндексируют с 1 января 2018 года на 4%. Следующая прибавка будет в 2019 году. А Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно почти 3 миллиарда рублей. Деньги направят на ремонт дорог, строительство Фрунденского моста, социальные выплаты безработным, стимулирующие субсидии районам области и реализацию программы жилища. На этом все. Удачи в делах! Втираются в доверие, а потом грабят. В Самаре в этом году жертвами мошенников стали более сотни пенсионеров. Злоумышленники проникали в их квартиры, запоминали, откуда потерпевшие достают деньги, затем обворовывали. Сумму ущерба порой достигали полумиллиона рублей. Как не попасть в беду, знает Алина Чемерес. Приходил в дома к пожилым людям, представлялся сотрудником пенсионного фонда и, войдя в доверие, похищал у стариков деньги. Такова версия следствия. В деле Юрия Белова, 22 эпизода. На кадрах видно, как мужчина приходит в банкомат, чтобы снять средства с украденных у пенсионеров карточек. Злоумышленника полицейским удалось задержать. Сейчас материалы дела переданы в суд. Просил показать ему документы, квитанции. То есть, когда бабушка или дедушка доставали эту папочку заветную, он видел, что в ней, например, есть денежные средства, он брал оттуда документы, просил в это время попить водички, принести какой-то листочек бумаги, что-то записать, что-то заполнить. После чего похищал эти денежные средства и уходил. Не все деньги получают наличными, кто-то получает на карточку. Это были факты совершения и хищения именно карт. И после чего он также обманом узнавал пин-коды этих карт и снимал оттуда деньги. Всего в этом году мошенники ограбили более сотни самарских пенсионеров. Треть преступления раскрыта. Злоумышленники приходили в дома под видом соцработников, сотрудников коммунальных служб, встречали свою жертву подъездов. Технически продвинутым пенсионерам рассылали сообщения, мол, их родственники попали в беду и чтобы им помочь требуются деньги. Изобретательности мошенникам не занимать. Как правило, они пользуются наивностью пенсионеров. Своих жертв в основном они встречают на улицах и иногда представляются даже гадалками, обещая снять порчу. А порой приходят к пенсионерам с продуктами, якобы от родственников, и просят расплатиться на месте. По словам полицейских, раскрыть такие преступления особенно сложно. Обычно потерпевшие не могут четко описать своего обидчика, а порой в силу здоровья даже его разглядеть. И в полицию они обращаются далеко не сразу. Усложняют полицейским задачу и так называемые гастролеры. Люди, которые приезжают в регион специально, чтобы совершить преступление. Люди себя ведут корректно, доброжелательно. Этим подкупают пожилых граждан, поэтому им и доверяются. А это другая каста, которая психологией своей, умением предрасположить человека к себе совершает данное преступление. О том, что за видимой доброжелательностью могут скрываться коварные намерения, как выяснилось, многие пенсионеры знают и стараются вести себя осторожно. Я же спрашиваю, кто ко мне звонит в дверь. И все. Ни на какие уловки я не поддаюсь. То, что предлагают дешевые товары. Надо ухо держать в остро. Не верить всем этим. Продают всякие, как вам сказать, болезни там всякие, ерунду какую-то. Сплошь и рядом. Миллионы зарабатывают. Все на пенсионерах. Не доверять никому. Если что-то надо, мне кажется, должны или телефон сообщить, или письмо прислать. А если пришли, значит, уже какие-то намерения у них плохие. Полицейские предупреждают. Сотрудники коммунальных служб обычно о своем визите сообщают заранее. Как минимум объявлениями в подъезде. Если в дверь постучались незнакомцы, лучше не оставаться с ними наедине, а пригласить соседей или позвонить родственникам. Также можно обратиться в дежурную часть полиции, чтобы по адресу направили ближайший наряд. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Заметить в суете прекрасное. В Самаре запустили выставочный проект «Россия. Эпохи и лица». На 40 остановочных павильонах городского транспорта размещены постеры с картинами русских художников из коллекции Самарского художественного музея. Кто теперь ждет автобуса вместе с пассажирами, знает Андрей Горгуленко. Теперь время ожидания транспорта скрашивается действительно яркими красками. На остановках Самары появились картины русской классической живописи. И путь домой или на работу становится культурным просвещением. К юным школьникам Богданова Бельского внимательно приглядываются Василий и Дарья. Они уже видели картину в Самарском областном художественном музее несколько лет назад. А неожиданная встреча с русской живописью зародила идею вновь посмотреть на экспозиции музея. Там наверняка много всего нового и мне будет просто интересно смотреть, как все преобразилось и какие сейчас там художники выставляются. Ну это всякое приятное, чем дурацкая реклама, которая порой... реклама, которая совершенно не соответствует улице. А на пересечении Новосадова и Масленникова за приезжающими автобусами наблюдает хозяйка с картины Константина Коровина. Портрет довольной расслабленной женщины так и притягивает взгляды спешащих пассажиров. Все мы работаем и в суете жизни очень часто проходит мимо все прекрасное. Не все имеют художественное образование, не все видели даже картины наших российских художников и это развитие, это просто эстетика. Именно то, что граждане не всегда успевают сходить в музей и стало причиной запустить проект, рассказывает арт-директор Дмитрий Воропаев. 40 остановок города теперь украшают замечательные портреты. По одной картине от 40 великих русских художников 18, 19 и 20 веков. Все они объединены одной темой – русский человек в лицах. Центральным элементом коллекции мы решили сделать людей. Людей, которые жили в разные эпохи, в разные времена, имели разные профессии, имели разные социально-сословные какие-то признаки. Поэтому это лица. Этот проект планируют продолжать и в следующем году, только расширяя границы. Свои коллекции покажут пять музеев в пяти городах Приволжского федерального округа. А в Самаре до 15 октября можно ожидать свой транспорт, наслаждаясь русской классической живописью. Андрей Горгуленко, Максим Нагусев, События. Из Удмуртии с любовью на Волге театральный свой спектакль показал Ижевский драматический театр. Легкая комедия без претензий на серьезность, ведь ведь и лица, и смеяться тоже нужно. С актерами перед выходом на Самарскую сцену встретилась Марианна Мирная. Хозяин мой зовется Федерико Распони из Тулина. Он явился... Пошел отсюда, вон. А почему? Сеньор Распони Федерико умер. Так, так. Хозяин умер. Да. Очень жалко. А я его сейчас живым оставил. Комедия не его профиль. Режиссеру Петру Шерешевскому легкий жанр не свойственен, но иногда, как говорится, и палка стреляет. Это очень большой сюрприз, потому что этот спектакль, это, конечно, такой любимый, но компромисс. И он ни в коем случае не фестивальный. Это спектакль, который я тогда был главным режиссером этого театра, и меня очень попросил директор сделать к юбилею театра спектакль-праздник, чтобы все чиновники не чертились, а радовались. И я, скрипя сердце, сказал, ну хорошо, и сделал спектакль-праздник, и то, что именно его взяли на фестиваль, для меня прям загадка. «Слуга двух господ» известная пьеса и с успехом шла на многих сценах. И в отличие от режиссера, актеры считают, что спектакль очень даже фестивальный. К выходу на сцену готовится с особенным настроением. Фестиваль, он, ну это потрясающе, это как-то заряд новый, как-то эмоциональный подъем. Это возможность какой-то трепет ощутить, взбудоражить себя, как-то зрителя посмотреть, услышать, какой зритель другой, фестивальный, в другом городе. Понравиться зрителям это одно, но нужно еще и жюри зацепить. Фестиваль конкурсный, и все театры желают завоевать награды. Профессионалы должны знать, в каком направлении им двигаться, какие у них ошибки, какие проблемы. И это может им указать доброжелательная критика. Поэтому наши обсуждения всегда проходят в понимании, в хорошей атмосфере. Талант никогда не зависит от географического положения. Он зависит от коллектива единомышленников, от лидера театра. И тогда вдруг неожиданно происходит открытие. До конца фестиваля осталось всего три дня, после чего на торжественном закрытии жюри объявит, кто, по их мнению, стал лучшим в этом году. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, Событие. Событие, с которого началась христианская эпоха в истории цивилизации. Православная Церковь отмечает воздвижение Креста Господня. Это один из 12 главных церковных праздников. В IV веке римский император Константин Великий сначала провозгласил веру терпимость, а впоследствии узаконил христианство в качестве государственной религии. Мать императора, царица Елена, разыскала подлинный крест Господень. После этого христианство распространилось сначала по всей Византии, а к нашему времени дошло до каждого уголка планеты. На праздник воздвижения устав предписывает строгий пост в память о страдании Христа и всех христианских мучеников. Самарские хоккеисты наконец-то прервали серию из одних поражений в ВХЛ, а баскетболисты только начали поход за медалями в чемпионате страны. Чем порадовали дзюдоисты с подробностями Сергей Кизоркин, новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Молодежка сборной региона под дзюдо выиграла первенство по Воложье. Баскетбольная Самара удачно стартовала в чемпионате страны. Первая победа в сезоне ЦСКА ВВС переиграл пензенский дизель в высшей хоккейной лиге. Хоккеисты ЦСКА ВВС наконец-то прервали серию из одних поражений в высшей хоккейной лиге. Она длилась шесть матчей. На домашней арене «Кристалл» военные летчики с трудом одолели пензенский дизель. Встреча закончилась с футбольным счетом 1-0. Единственную шайбу забросил на второй минуте первого периода новичок самарцев, нападающий Никита Букия. После этого долгожданного успеха ЦСКА ВВС приподнялся на предпоследнее место в турнирной таблице. Лидер чемпионата страны – питерская «Динамо». Самара начала чемпионат страны с победы. Баскет-клуб в Екатеринбурге в первом матче уверенно переиграл местный Урал. Первые очки команде в новом сезоне принес Алексей Чиликин. После этого Самару было не удержать. К большому перерыву на табло уже горело 37-27 в пользу горожан. Третий период Урал сумел свести в ничью, но развить этот локальный успех самарцы им не позволили. Точку в матче за мгновение до сирены поставил 19-летний Филипп Стойко, отметивший свой дебют в Суперлиге точным трехочковым. 80-59 – убедительная победа Самары на старте чемпионата страны. Самарские дзюдоисты выиграли командное первенство ПФО в Чебоксарах. За победу боролись Анастасия Хвостова, Маляка Осмаева, Мария Чернышева, Анна Астафьева, Алика Никифорова, Евгения Павлова, Анастасия Елкина и Мария Иванова. На пути к золотым медалям сборная одолела соперниц из Уфы и Нижнего Новгорода. В финале самарскую команду ждала Перим. Окончательную точку за чемпионский титул поставила Мария Иванова. 5-3 победа сборной 63-го региона на первенстве по Волжье. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова